всем привет сегодня мы говорим о блокировках двигателя и как вы понимаете это является ключевым звеном защите автомобилей от угона напомним что эксперты компании угона нет разделяет блокировки двигателя по классам и всего мы насчитываем шесть поколений в прошлом выпуске этого плейлиста мы затронули тему блокировки двигателя первого поколения которая влияет на силовые цепи работы двигателя сегодня мы продолжаем обзор и поговорим о блокировках двигателя второго поколения для этого проведем один эксперимент при помощи эксперта угона нет поехали сегодня нас интересует автомобиль с установленной современной охранной системы вот вариант который нам возможно подойдет по светодиоду я вижу что данную охранную систему я не смогу электронным способом скрыть код граббера но у меня есть альтернативный способ как завладеть этим автомобилем с помощью видео эндоскопа попробую найти модуль оповещения около вакуумника его нет с другой стороны тоже не вижу попробуем посмотреть около блока предохранителей стоит прям за фарой не всегда подобный способ поиска уязвимости приносит плоды однако если установка потоковая то слабое место легко обнаружить и воздействовать на него как в данном случае дверь автомобиля имеет пять широко известных способов скрытия это один из них отлично звукового оповещения нет осталась только световая сигнализация по светодиоду понятно с какой стороны установлена сигнализация поищем под торпедой для того чтобы сигнализация мне не мешало снимаю разъемы после чего перемыкаю блокировку двигателя теперь доберусь до замка зажигания в ряде машин для запуска двигателя нет необходимости портить электропроводку или ломать замок зажигания достаточно использовать штатный разъем для подключения контактной группы штатный блокиратор руля все еще активен и для его отключения используя неоденовый магнит сработало а теперь заводим двигатель можно ехать удаление аналоговой блокировки от сигнализации явно недостаточно здесь судя по всему установлена цифровая беспроводная блокировка попробую с ней разобраться найти цифровую блокировку не так-то просто поэтому я не буду тратить на это время потому что это не целесообразно я покажу вам более простой способ знакомьтесь паук нельзя сказать что такой способ используется регулярно но если в автомобиле установлена блокировка двигателя которую нужно найти а для этого потратить время то в подобных случаях гораздо проще воссоздать параллельную электросистему способную управлять процессом работы двигателя некоторые продвинутые мастера для защиты от угона устанавливают цифровые блокировки двигателя в модуль штатного контроллера применение паука с электронным блоком управления решает вопрос обхода подобных противоугонок в случае паука используется модифицированный эбу позволяющий выполнять минимум подключений необходимых для работы двигателя и последующей поездки несмотря на возможные возникающие ошибки в электроцепях к альтернативной электроцепи достаточно подключить форсунки катушки зажигания а также датчик коленвала конечно же потребуется питание это плюс и минус теперь точно можно ехать блок управления модифицированный позволяет подключать неполное количество датчиков на приборке у нас горят ошибки но главное что автомобиль может ехать ярослав расскажи пожалуйста чем закончился поиск цифровой блокировки с которой ты здесь столкнулся после детального осмотра выяснилось что реле установлена в распределительной коробке и данном реле было заблокировано слаботочная цепь мэн реле это именно тот формат который наиболее часто используется в обычных сервисах при установке авто сигнализации относится он к второму поколению блокировки двигателя он безусловно имеет эффективность но только в составе охранного комплекса а ингредиентах которого поговорим чуть позже хочется также отметить что та методика которую применил ярослав для увода этого автомобиля это паук она естественно эффективна но с данного типа блокировкой угонщики борется более простыми методами о которых мы расскажем в последующем выпуске посвященной поколением блокировок двигателя а сейчас рассмотрим те ошибки которые совершил автовладелец данного автомобиля при установке охранной системы на его машину и почему он его все-таки лишился для начала хотелось бы отметить место не очень удачные установки сирены потому что как мы заметили злоумышленник применяя специальные электронные средства такие как видео эндоскоп вполне легко мог ее обнаружить и на нее же и воздействовать поэтому соответственно ее нельзя устанавливать вблизи отверстий которые смогут предоставить доступ извне автомобиля для нейтрализации этого звукового источника еще одним обязательным условием для защиты всех цифровых модулей которые устанавливаются в подкапотном пространстве касаемо модулей управления блокировки двигателя в том числе какого бы поколения они не касались необходимы главное условие для эффективности охранного комплекса это применение дополнительных замков капота потому что штатный естественно не предоставляет никаких преград для злоумышленника для того чтобы он забрался подкапотное пространство замки капота бывают механические электромеханические бывает разрывного типа либо штыревого и все они предназначены для того чтобы обезопасить подкапотное пространство для восстановления всех электронных цепей которые заблокированы дополнительной сигнализации при помощи паука в том числе для тех автовладельцев которые скептически относятся к замкам капота особенно это касается сибирских регионов я бы рекомендовал использовать сейф для электронного блока управления который сможет обезопасить от снятия разъемов от подмены а также это еще один очень эффективный вариант для того чтобы можно было разместить различные цифровые модули подкапотном пространстве сейф устанавливается на срывные болты является хорошим препятствием для злоумышленника и так чтобы не попадать в эти плачевные ситуации связанные с угоном автомобилей рекомендуем обращаться только в профессиональные всем пока